The wall itself has a new history of everything. ...от церкви впервые. Continue with the outlines. Вот, это не только себя, а защищать правду Божию. Вот, поэту любви. Это классическая история. А люди премия стал Антиох-Эпифан. Лесон три. Третий урок. Training for Reining. Итак, обучение для будущего правления. So we have Joshua, who was the minister of Moses. И мы вспомнили, что был Иисус Навин, который служил Моисею. Был слугой. И Елисей, который служил Ильи. I just thought it was interesting with... Most people know who Benny Hinn is. Большинство в этой комнате знают, кто такой Бенни Хин, правильно? Он служил женщине. Кэтрин Кульманс. Он служил, начал с того, чтобы служить ей. Он псалмы ей подавал, бумажечки носил. Он делал вот такую административную работу для нее. Он служил ей. А потом только начал вести. То есть, поняли порядок вещей. Вы сначала служите, потом вы ведете. И хочу кое-что вам сказать, поделиться. Бог всегда знает, где вы находитесь. Даже когда вы думаете, что Он забыл про ваше существование. Вы думали, что Он покинул вас. Задумайтесь о Давиде. Его отец сказал, вот мои красавцы сыновья. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы были одними сыновей, и вас бы не позвали на эту встречу? Давида не позвали на эту встречу. Пророк сказал, нет, должен быть кто-то еще. Ты уверен, что у тебя нет больше сыновей? Есть. Бог знал, где находился Давид. Бог видел Давида. Бог обеспечил Давида. Он усмотрел в Давиде царя. Он знает, где вы находитесь, и Бог придет и достанет вас. В правильное время. И наслаждайтесь, пока этого не произошло. Служите и наслаждайтесь. Аминь. Аллелуя. И тогда Иисус. У Него были ученики. Ученики были избранными. Потом были даже те, которые еще ближе были, с которыми он работал. Помните Иакова и Иоанна, которые вообще близко были. Очень близко были с Иешуа. В вашей жизни то же самое будут. Будут люди, с которыми вы оба будете служить. Будут люди, которые чуть подальше будут от вас. Будут разные расстояния между вами и людьми. Аллелуя. И помните, сразу оставили отца и лодки, и последовали за ним. Поэтому в этом ключе я использую вот эту мексиканку Роуз как пример. Когда Бог ей показал, что вот этому человеку ты будешь служить. Она оставила всю свою семью. И первых три года ее физический отец был очень зол на меня. У меня были люди, семьи в Америке, и когда их сыновья и дочери начали служить, они были подростками. И все, что они хотели, это прийти в церковь и сутками быть с пастырем. И большинство из этих мамочек, этих подростков сидели на служении вот так, и мотали головой в недовольстве. И были злы на меня. Почему это мой ребенок сутками хочет здесь пропадать? Почему только в церковь они хотят ходить? Они ненормальные уже. Я говорю, что же вы хотите, чтобы они делали? Были под наркотиками? Бегали по улицам? Я не думаю, что это так плохо, что они хотят ходить в церковь. Но они все еще сидели с недовольными лицами. Одна женщина пять лет так просидела. Она была так зла на меня. И после пяти лет она встала. Она сказала, пастырь, я была зла на тебя. Я сказала, чего? Потому что мы молились, чтобы ты приехал, стал пастырем. Но я же не знала, что ты заберешь мою дочь. И заберешь моего сына. Последний раз, когда я был здесь, в прошлый раз Хит приезжал с ним. Это один из ее детей, сын и сын. И она была зла. Потому что они думали, что я их всех похитил. Но они служили не мне, они служили Богу. Да, они делали для меня. Да, они были связаны со мной. Но этим они служили Богу. И они благословлены стали. И так Бог делает связи. Так Бог настраивает связи. И с учениками Иисуса было так же ясно все. Они оставили лодки, да, оставили все, что делали. И оставили отцов своих. И последовали за ним. Как я уже говорил, мой физический отец, 25 лет, много лет не понимал меня. Почему ты служил этому человеку? Почему? Зачем? Почему ты не пойдешь просто в библейскую школу? Они делали сбор для меня, мои родители, мои семьи. Мы заплатим тебе, пойди поучись в библейскую школу. Выбери любую библейскую школу. Просто отстань от этого старика. Они умоляли меня, пожалуйста, оставь старика, пойди в библейскую школу. 25 лет он не понимал. Пока он не увидел, что это был Божий план. Слава Богу, что он увидел. И тогда я смог уже стать, как бы, выразить отцовство моему отцу. То есть послужить ему. Я мог показать ему отца. А в чем же вопрос был с моим отцом? У него никогда не было отца. Он никогда не видел своего отца. Он никогда не знал его. Поэтому он и не знал, что такое иметь отца. Он был хорошим папой для меня, но он не знал, как быть отцом. Отцовство, что это такое. После того, как меня взрастил отец духовный и показал отцовство, я смог передать это отцовство моему отцу. Я мог послужить отцовством моему отцу. И любить его до его смерти. Аминь. И это привело в очень-очень близкие взаимоотношения, которые у меня были. За три месяца до того, как он ушел на небеса. Отец небесный сказал мне послать ему книгу. Это называется «Призвание Иисуса». Это был такой ежедневник на каждый день. Знаете, с местом Писания, коротким разбором. И мой отец был таким сильным работником, здоровым, крепким мужчиной. Но он взял этот книжечку и показал мою маму, и сказал, «Смотри». И он взял трепетно эту книжечку, и моей маме, своей жене, показал, «Смотри, смотри, тут отрывки с небес, прям вот места Писания». Он увидел, как призыв небес. И никто не знал, что он пойдет на небеса. И я был в Лондоне, и поступил звонок. Мне позвонили и сказали, что что-то произошло, как вот закупорка вены, или что-то, какая-то бляшка в артериях отрывается, или что. Я шел по улице, по Лондону, и я молился и спрашивал, «Господь, что ты делаешь?» И Бог сказал, «Я забираю его домой». Я сказал, «Окей». И я сказал, «Окей», перелетел в Германию. И в Германии. Он сказал, «Пречь это на его фунерале». Он все еще жив. Мой отец еще все оставался жив. Ему плохо уже было, но он все еще живой. И Бог мне диктует проповедь и говорит, «Говори это на его похоронах». И я делюсь этим с вами, потому что я верю, что и вам Бог будет вот так вот близко очень явные вещи говорить. Не все это видят, не все это понимают. Но это взаимоотношение любви. Бог будет показывать вам эти вещи, детали. И я лечу домой, не молиться за исцеление моего отца, а с проповедью на его похороны. И я сказал своей семье все, «Вы можете провозглашать, что хотите, но Бог его забирает домой». И мы забрали его домой с больницы отца. И я сказал, «Господь, ты сказал, он твой». Я произнес это, и он сделал свой последний вдох. Бог обо всем заботится. Он знает вас, он знает, где вы находитесь. Он хочет открывать вам вещи, он хочет показывать вам какие-то события. Аллилуйя. Аминь. И я люблю вот такие взаимоотношения. Какой возраст, какой ваш родственник? The age of you, Father. 78. Пожалуйста, вопросы подготовьте на переменках. Он прожил свои обещанные и даже плюс пару лет. Аллилуйя. Аминь. И, скажем так, я праздную каждый день моего физического отца, духовного отца и моего небесного отца. Они сейчас все троем на небесах. И я вот радуюсь за них, как бы праздную, что они есть и были в моей жизни. Аминь. У Павла был Тимофей. Титус, Сила. Помните? Они все были близки к Павлу. Они были его учениками. И он говорил церкви. Помните, когда он говорит, нет у меня другого, который бы знал, бы, понимал, бы, ходил, как я, и шлю вам Тимофея, сына своего возлюбленного. Это Божий план. И он будет присылать людей в вашу жизнь. А вы изливаете свои жизни в других людей. Вы служите, вы изливаете, вы служите, изливаете свою жизнь и служите. И такова наша жизнь в Царстве. И это благословенно. И это гораздо благословеннее отдавать, чем принимать. И я счастлив находить сыновей и дочерей по всему миру. В разных местах. Я шесть лет служил в Индии, как вы помните. И я учил эту курсу за шесть лет. 120 тысяч людей прослушал этот курс за шесть лет. И за один раз это было три тысячи студентов, пять тысяч студентов. И они все... И они называли меня, о, ты мой духовный дядя, духовный дядя. Ну, другими словами, ты мой духовный папа. И это было построение взаимоотношений. Потому что Бог всегда делает что-то. И он делает это по всему миру, со всеми нами. Он строит взаимоотношения, он строит жизни. И вы находите богатство во всем этом. Что Бог обеспечит все, и Бог благословит. Аминь. Это делает ваши жизни богатыми, обогащенными. Аллилуйя. Мы никогда не сможем правильно функционировать с властью, если мы не научимся сначала ходить под властью. Это такое подытоживающее провозглашение вот в этом первом уроке жизни Давида. Вы должны знать, кого вы можете назвать произведением. Вы должны знать, под кем вы служите. Когда мой духовный отец ушел к Господу, когда он покинул эту землю, ему было почти 90 лет, я ожидал от Господа. Мне люди задавали вопрос, под кем ты сейчас ходишь? Твой вот наставник ушел. И я отвечал, что не знаю. Я не знаю, кто это. Но Бог знал. Это точно я знаю, что Бог знает. Я знаю Бога. Я знаю Бога достаточно, чтобы Он знал, кто будет моим наставником. Я не знал, понятия не имел. И через определенные обстоятельства Бог начал приводить людей передо мной. И один появился человек, другой через него еще появился. И в конце концов я снова стоял перед новым духовным отцом. И в этом году этот духовный отец приедет летом в Молдову в общину. И надеюсь, что в следующем году сможет попасть и к нам в институт. Но когда я предстал перед Ним, Он вышел вперед помолиться за нас. Но Бог проговорил, Он как-то соединил сердца вместе. И этот человек сказал, позвони мне, если я тебе нужен. И когда мы уезжали с супругой, Бог сказал, позвони ему. Он мой апостол. И я позвонил ему и сказал, вы, апостол, приезжайте. И это было порядка 25 лет назад. И этот человек все еще в моей жизни. И он моя власть, епископ. Его зовут доктор Фрэнк Харви. И он моя власть. И для меня радость назвать, что это человек, под властью которого я хожу. Аминь. Аллелуя. Это настоящий библейский колледж. Это настоящий библейский колледж. Настоящая библейская школа. Поэтому, повторяюсь, мы должны быть в таком положении, в локальной общине. Мы должны научиться служить тем, кто сейчас занимает позиции власти. Аллелуя. Аминь. 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 Аллелуя. Мы сейчас начнем второй урок, который выучил в этом периоде, первом семи лет Давид. Но мы не закончим его сегодня. Да. Sometimes you have questions that you put on the tape. Do you do that or not? Usually we not. Окей, окей, then we'll go on. Окей, good. So, the second lesson that David... But if you want question and answering, we can stop the videotape and have this time for question and answer. Yeah. If you would like. Yeah, let's do that. I think we'll do that instead of getting into this next one, because this is a pretty large... It's a point to use. Yes. Окей. Мы сейчас останавливаем видеозапись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.